«Одно мне непонятно», – задумчиво произнес Амар Юсуф, поеживаясь от холода. «Я ведь собственными ушами слышал, как Сулеймановы джины сказали. Давайте сбросим его, то есть меня в волны Западно-Эфиопского моря. Вот я и думал, что если мне когда-нибудь посчастливится снова увидеть землю и солнечный свет, то это будет у знойных берегов Африки». «Но это, – он показал наведневшийся в иллюминаторе быстро удалявшийся остров, – это ведь совсем не похоже на Африку, не правда ли, о братик мой Гасан?» «Ты прав, любезный моему сердцу Амар Юсуф. Мы находимся совсем у иных и весьма отдаленных от Африки берегов», – отвечал ему Хаттабыч. «Мы сейчас...» «Понял, честная пионерская, понял, – прервал Волька беседу братьев и от полноты чувств даже заплясал по каюте. «Вот это здорово! Понял, понял!» «Что ты понял?» – брюзгливо осведомился Амар Юсуф. «Я понял, как это вы очутились в Арктике. О, дерзкий и хвастливый отрок, сколь неприятно мне твоя непомерная гордыня!» Произнес с отвращением Амар Юсуф. «Как ты можешь понять то, что остается тайной даже для меня, мудрейшего и могущественнейшего из джинов?» «Ну что ж, говори свое мнение, дабы мы с моим дорогим братом вдоволь могли над тобою посмеяться. Это как вам угодно. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но только все дело здесь, в гольфстриме». «В чем ты говоришь дело?» – язвительно переспросил Амар Юсуф. «В гольфстриме, в теплом течении, которое и принесло вас из южных морей сюда, в Арктику». «Какая чепуха!» – презрительно хмыкнул Амар Юсуф, обращаясь за поддержкой к своему брату. Однако тот осторожно промолчал. «И совсем не ерунда!» – начал Волька. Но Амар Юсуф поправил его. «Я сказал, не ерунда, а чепуха». «И совсем это не ерунда и не чепуха!» – раздраженно продолжал Волька. «Я как раз за гольфстрим получил пятерку по географии». «Я что-то не помню такого вопроса», – озабоченно сказал Хаттабыч. И Волька во избежание обид со стороны Хаттабыча соврал, будто бы про гольфстрим он сдавал еще в прошлом году. Так как Женя поддержал Волькину научную догадку, то к ней присоединился и Хаттабыч. Амар Юсуф, оставшись в единственном числе, сделал вид, что согласился насчет гольфстрима, но затаил против Вольки и его приятеля злобу. «Я устал от спора с тобой, о самонадеянный отрок», – произнес он, дело назевая. «Я устал и хочу спать. Достань же поскорее опахало и обмахивай меня от мух, покуда я буду предаваться сну. Во-первых, тут нет мух, а во-вторых, какое право вы имеете отдавать мне приказание?» – возмутился Волька. «Сейчас будут мухи», – процедил сквозь зубы Амар Юсуф. И действительно, в ту же минуту в каюте загудело великое множество мух. «Здесь можно прекрасно обойтись без опахала», – примирительно заявил Волька, делая вид, что не понимает издевательского характера требований Амара Юсуфа. Он раскрыл сначала двери, а потом иллюминатор. Сильный сквозняк вынес жужжащий рой мух из каюты в коридор. «Все равно ты будешь обмахивать меня опахалом», – капризно проговорил Амар Юсуф, не обращая внимания на все попытки Хаттабыча успокоить его. «Нет, не буду», – запальчиво ответил Волька. «Еще не было человека, который заставил бы меня выполнять издевательские требования. Значит, я буду первым. Нет, не будете». «Амарчик!» – попытался вмешаться в разгоравшийся скандал Хаттабыч. Но Амар Юсуф, позеленевший от злобы, только сердито отмахнулся. «Я лучше погибну, но ни за что не буду выполнять ваши прихоти», – мрачно выкрикнул Волька. «Значит, ты очень скоро погибнешь, не позже заката солнца», – заявил, отвратительно улыбаясь Амар Юсуф. В ту же самую секунду Вольке пришла в голову прекрасная мысль. «В таком случае трепещи, презренный джинн!» – скричал он самым страшным голосом, каким только мог. «Ты меня вывел из себя, и я вынужден остановить солнце. Оно не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Теперь пеняй на себя!» Это был очень рискованный шаг со стороны Вольки. Если Хаттабыч успел рассказать брату, что в Арктике солнце в это время светит круглые сутки, то все пропало. Но Амар Юсуф в ответ на Волькины слова только глумливо возразил. «Бахвал из бахвалов, хвостун из хвостунов». Я сам люблю иногда похвастать, но даже и в минуты самой большой запальчивости я не обещал остановить ход великого светила. Этого не мог сделать даже Сулейман Ибн Дауд, мир с ними обоими. Волька понял, что спасен. И не только спасен, но и может прибрать к рукам неприятного братца старика Хаттабыча. Кстати, Хаттабыч одобрительно подмигнул Вольке. А о Жене и говорить не приходилось. Он догадался о Волькином замысле и сейчас таял от восторга, предвкушая неминуемое посрамление Амара Юсуфа. «Не беспокойтесь, Амар Юсуф. Раз я сказал, что остановлю солнце, то можете быть уверены, оно сегодня не закатится». «Мальчишка!» – презренно бросил Амар Юсуф. «Сами вы мальчишка!» – столь же презрительно возразил ему Волька. «За солнце я отвечаю». «А если оно все же закатится?» – спросил Амар Юсуф, довязь от смеха. «Если закатится, то я буду всегда выполнять ваши самые идиотские приказания». «Нет!» – торжествующе протянул Амар Юсуф. «Нет!» – «Если солнце, вопреки твоему самоуверенному обещанию, все же закатится?» – «А это, конечно, будет так!» «То я тебя попросту съем! Съем вместе с костями!» «Хоть вместе с тапочками!» – мужественно отвечал Волька. «Зато если солнце сегодня не уйдет за горизонт, будете ли вы тогда во всем меня слушаться?» «Если солнце не закатится, пожалуйста, с превеликим удовольствием, о, самый хвостливый и самый ничтожный из магов!» «Только этому, увы, не суждено осуществиться!» «Это еще большой вопрос, кому через несколько часов будет, увы!» – сурово ответил Волька. «Смотри же!» – предостерегающе помахал пальцем Амар Юсуф. «Судя по положению солнца, оно должно закатиться часов через восемь-девять. Мне даже чуть-чуть жаль тебя, о, бесстыжий молокосос, ибо тебе осталось жить меньше полусуток. Пожалуйста, оставьте вашу жалость при себе, вы лучше себя пожалейте!» Амар Юсуф пренебрежительно хихикнул, открыв при этом два ряда мелких желтых зубов. «Какие у тебя некрасивые зубы!» – пожалел его Хатабыч. «Почему бы тебе, Амар, не завести золотые, как у меня?» Амар Юсуф только сейчас заметил необычные зубы Хатабыча. И его душу наполнила самая черная зависть. «По совести говоря, братец, я не вижу особенного богатства в золотых зубах», – сказал он как можно пренебрежительнее. «Уж лучше я себе заведу бриллиантовые». Ту же секунду 32 прозрачных алмаза чистейшей воды засверкали в его ехидно улыбающемся рту. Посмотревшись в маленькое бронзовое зеркальце, которое этот фронтоватый старик, оказывается, хранил у себя за поясом, Амар Юсуф остался очень доволен. Только три обстоятельства несколько омрачали его торжество. Во-первых, Хатабыч не высказал никаких признаков зависти. Во-вторых, его бриллиантовые зубы сверкали, только если на них падал свет. Если же свет на них не падал, то рот производил впечатление беззубого. В-третьих, бриллиантовые зубы в первую же минуту расцарапали ему язык и губы. В глубине души он даже пожалел о том, что так пожадничал, но не подал виду, чтобы не уронить своего достоинства. «Нет-нет», – хихикнул он, заметив, что Волька собирается покинуть каюту. «Тебе не удастся покинуть помещение до самого заката. Я тебя прекрасно понимаю, ты хочешь скрыться, чтобы избегнуть заслуженной гибели. Я не намерен рыскать потом по всему судну в поисках тебя». «Пожалуйста», – сказал Волька, – «я могу остаться в каюте сколько вам угодно. Это даже будет лучше, а то разыскивай вас по всему ледоколу, когда солнце не закатится. Сколько мне, по-вашему, придется ждать?» «Не больше девяти часов, – уюный бахвал, – ответил Амар Юсуф, отвесив издевательский поклон, щелкнув большим и указательным пальцем левой руки, и на столике, стоявшем под самым иллюминатором, возникли громоздкие водяные часы. «Не успеет вода дойти до вот этого деления», – добавил он, постучав кривым коричневым ногтем по стенке с часов, – «как солнце зайдет, и это будет часом твоей смерти». «Хорошо», – сказал Волька, – «я подожду». «И мы подождем», – сказали Женя и Хаттабыч. Часов восемь прошли почти незаметно, так как Женя не смог отказать себе в удовольствии и предложил самоуверенному Амару Юсуфу научиться играть в шашки. Вернее, в веселую и хитрую игру под давки. «Только я тебя все равно обыграю», – предупредил его Амар Юсуф. Женя обыграл сварливого старика несметное количество раз. Амар Юсуф страшно злился, пробовал мошенничать, но его каждый раз хором изоблачали, и он начинал новую партию, которая также печально для него заканчивалась. «Ну вот и прошло уже назначенное время, Амар Хаттабович», – сказал, наконец, Волька. «Не может быть», – отозвался, отрываясь от игры Амар Юсуф. Бросив взгляд на водяные часы, он изменился в лице. Взволнованно вскочил с койки, на которой сражался с Женей в шашки, подбежал к иллюминатору, высунул из него голову наружу и застонал от ужаса и бессильной злобы. Солнце, как и восемь часов назад, высоко стояло над горизонтом. Тогда он повернулся к Вольке со скучным голосом, произнес. «Я, наверное, ошибся немного в своих расчетах. Подождем еще часочка два». «Хоть три», – отвечал Волька. «Только это тебе все равно не поможет. Как я сказал, так и будет. Солнце не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». «Крича на тебя, я не знал, что ты сильнее меня». «А если я слабее, тогда можно на меня кричать?» – спросил Волька. «Конечно, можно», – убежденно ответил Амар Юсуф. И всем стало противно. «Ну и братец же у тебя», – шепнул Женя на ухо Хатабычу. «Ты меня, пожалуйста, извини, но он пренеприятный, завистливый и злобный старикашка». «Да», – печально отозвался Хатабыч, – «братец у меня не сахар». «Да встаньте вы, наконец», – брезгливо обратился Волька к Амару Юсуфу, продолжавшему стоять на коленях и все порывавшемуся целовать Волькину руку. «Каковы будут твои приказания, о мой юный, но могучий господин?» – угодливо спросил Амар Юсуф, потирая свои мягкие ладони и поднимаясь на ноги. «Пока что только одно, не смей без моего разрешения покидать ни на секунду эту каюту. С огромным наслаждением, о мудрейший и могущественнейший из отроков», – льстиво ответил Амар Юсуф со страхом и благоговением, глядя на Вольку. Как Волька сказал, так и было. Ни в тот день, ни на другой день, ни на третий солнце не скрывалось за горизонт. Придравшись к какому-то мелкому проступку Амара Юсуфа, Волька продлил круглосуточное пребывание дневного светила на небе вплоть до особого распоряжения. Только узнав от Степана Тимофеевича, что Ладога, наконец, вступила в широты, где день, на короткое, правда, время, но все же уступит место ночи, Волька сообщил об этом Амару Юсуфу, как об особой его милости к недостойному и сварливому джину. Амар Юсуф вел себя тише воды, ниже травы, ни разу и ни на минуту не покинул каюту и покорно влез в медный сосуд, когда Ладога под звуки оркестра и крики «Ура!» пришвартовалась, наконец, к той самой пристани Архангельского порта, от которой она отчалила ровно 30 дней назад. Конечно, Амару Юсуфу безумно не хотелось возвращаться даже на время в медный сосуд, где он провел в одиночестве столько безрадостных веков, но Волька торжественно обещал выпустить его, как только они вернутся домой. Не скроем, у Вольки, покидавшего с медным сосудом под мышкой гостеприимную Ладогу, было очень большое искушение швырнуть его в воду, но, не давши слова, крепись, а давши держись, и Волька сошел на пристань, подавив себе минутное искушение. Если никто на Ладоге ни разу не заинтересовался, по какому праву Хатабыч и его друзья участвуют в экспедиции, то ясно, что Хатабычу не стоило никакого труда проделать примерно такую же комбинацию и с родителями и знакомыми наших героев. Во всяком случае, и родители, и знакомые восприняли как должное факт отъезда ребят в Арктику, совершенно не задаваясь вопросом, какими таинственными путями они устроились на Ладогу. Отлично пообедав, ребята долго рассказывали своим близким, почти не привирая, о различных своих приключениях в Арктике, но благоразумно не упоминали о Хатабыче. Только Женя, увлекшись, чуть не проболтался. Описывая вечера самодеятельности, происходившие в кают-компании во время туманов, он сболтнул. А тут, понимаешь, вылезает вперед Хатабыч и говорит. Что за странное такое имя, Хатабыч? Удивилась Татьяна Ивановна. Это тебе, мама, показалось. Я не говорил Хатабыч, я сказал Потапыч. Это нашего боцмана, так звали. Не растерялся Женя, хотя и очень покраснел. Впрочем, на последнее обстоятельство никто не обратил никакого внимания. Все с завистью смотрели на Женю, который ежедневно и запросто встречался с настоящим живым боцманом. Зато у Вольки едва не произошло несчастье с медным сосудом. Он сидел в столовой на диване, с большим знанием дела объяснял родителям разницу между ледоколом и ледокольным пароходом и не заметил, как из комнаты исчезла бабушка. Она пропадала минут пять и вернулась, держа в руках сосуд с Амаром Юсуфом. Что это такое? – с любопытством спросил Алексей Алексеевич. Откуда ты, эта мама, достала? Представь себе, Алеша, у Воленьки в чемодане. Я стала разбирать вещи, вижу, лежит вполне приличный кувшин. Пригодится для наливок. Его только почистить надо, уж больно он позеленел. Это совсем не для наливок, – побледнел Волька и выхватил сосуд из бабушкиных рук. Это меня просил помощник капитана передать его знакомому. Я обещал сегодня же снести. Очень занятный сосуд, – одобрительно отозвался Алексей Алексеевич, большой любитель старинных предметов. Дай-ка, Воля, посмотреть. Эхе, да он, оказывается, со свинцовой крышкой, интересно, очень интересно. Он попытался открыть сосуд, но Волька ухватился за кувшин обеими руками и залепетал. Его нельзя открывать. Он даже вовсе не открывается. Он совсем, совсем пустой. Я обещал помощнику капитана не открывать, чтобы винтовая нарезка не испортилась. – Скажите, пожалуйста, как он разволновался? – Ладно, бери эту посудину на здоровье, – сказал Алексей Алексеевич, возвращая сыну сосуд. Волька в изнеможении уселся на диван, крепко прижимая к себе страшный сосуд. Но разговор уже больше не клеился, и вскоре Костыльков-младший встал со своего места и, сказав как можно непринужденнее, что пойдет отдавать кувшин, почти бегом покинул комнату. – Только смотри, не задерживайся долго! – крикнула ему вдогонку мать. Но его уже и след простыл.